Продолжение следует... 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 Ручка подальше, подальше, чтобы мы могли сесть и писать, фиксировать время. Хотя бы одна распалась? Нет, смотрим дальше. После третьей минуты еще одну как будто распавшуюся, хорошо? Нет, все равно вылазы. Сколько времени уже прошло? Одна минута, пятьдесят четыре. А сна до горнтры? Третья таблетка. Третья таблетка распалась. Две минуты, сорок восемь суток. Четвертая таблетка распалась. Третья таблетка. Три минуты, тринадцать секунд. Состояние таблетки проверить еще. Прикосновение у всех наночек, хорошо? Угу. Ну, грубо говоря. Так, какая там таблетка по счету? Пятая. С сколько времени? Наказано в расчет, ну все. Сколько? Шестой. Сколько времени? Четыре тридцать три. Шестой. Вот первый, можно опишите четыре счета. Первый. Справь. Справьте. Что за будет четыре? Так, а теперь калькулятором почитайте. Теперь говорите громко. Теперь мы среднее время вычитываем. Среднее время распадаем. Мы все рассчитываем, алифинологически, да? Вот вам калькулятор. Не распавшиеся таблетки у вас есть? Нет, все распались. На сетке ничего не осталось. Не осталось на сетке. Это свидетель о том, что все таблетки распались. Так, в среднее время раскладаемости. Мы общую сумму сложим и на шестой. Делим. У нас средняя распадаемость равна 3 минуты 40 секунд. Так. Какое заключение вы можете дать качеству таблеток по распадаемости? В заключение можно сказать, в течение не более 15 минут все 6 таблеток распались. Поэтому препарат соответствует требованиям ВФРК. Все. У нас заключение правильное. Значит, итог. Я не балл, а рамду, а я вас смогла. Все, все, все. Значит, по первому этапу вы набираете 4 баллов в сумме. Максимальное количество баллов, потому что вы все эти стадии проговорили и проделали на высоком уровне. Так, сейчас я вам даю глубинок. Так, 4. И второй этап, это у нас истираемость. Ажанна, вам вот раз, ну, истираемость. Так, мы читаете задание. Девушка, давай. Здесь истираемость. Говорите вслух. Вторым этапом является определите истираемость таблетки анальгина. С чего мы начнем? Что будем делать? Для истираемости... Бумаги положите вон. Увязайте вон. Для истираемости мы берем статью ГФРК для анальгина и открываем истираемость. Сколько таблеток выводили для определения истираемости? Если у нас... Если у нас таблетка составляет менее 0,65 суток, то средний вес 0,65 суток, то мы берем 20 таблеток. Если у нас же больше, средняя масса больше 0,65 суток, то мы берем 10 таблеток. Какие таблетки у нас? У меня анальгин. У меня анальгин. Вот, чашечка, да? Как мы будем определять истираемость? Проговаривайте устно. Садитесь кисам. Садитесь кисам. Мы 20 таблеток взяли. Мы удаляем коль двумя грушами и сжатие воздуха. Обеспыливаем? Обеспыливаем сжатие воздуха с помощью груши. Удаляем коль. Так, теперь белую чашку. То есть, надо будет не высыпать. После этого мы чашку ввесим, эти 20 таблеток. Для этого мы берем чашку. Проговаривайте. Проговаривайте. Взвешиваем. Взвешиваем пустую чашку. Вес пустой чашки нам нужен? Нет. Проговаривайте. Мы должны талировать. Талируем. Талируем до нуля. Пару раз обеспыливаем. Таблетки еще раз обеспыливаем. После этого мы подносим. Обеспыливаем. Обеспыливаем. Снимаем. Обеспыливаем тщательно. Сжатием воздуха. И взвешиваем. И взвешиваем. Да, ручка с собой. Ручка с собой. Ручка с собой. Средний вид запишите. Начальная навеска у нас составляет 4 грамма. 97,87 грамма. 4 грамма. 97,87 грамма. После этого мы берем таблетки. Взвесили записали? Взвесили записала массу таблеток. 20 таблеток и помещаем в оборудование для истирания. Он состоит из барабана диаметром 20 метров и состоящий из 12 лопастей. Для этого мы вынимаем и кладем 20 таблеток. Каждую лопастей сколько будет. Можно по 2, когда много оперативных. Не глядя, не глядя. Плотно. Плотно закрываем до щелчка. Плотно закрываем до щелчка. Замок. Закрываем замком. Закрываем замком. Присаживаемся. Тоже щелчок должен присаживаться. Заключаем прибор. Старт нажмите. Там написано уже старт. Старт, старт. Сколько оборотов в минуту выполняет барабан? 20 оборотов в минуту сделать барабан. В течение 5 минут 100 оборотов в минуту. Через 5 минут мы должны вытащить старт. После этого адрес в туалете мы должны извесить адрес. Старт нажмите и старт нажмите. Старт, останавливаем барабан. Старт нажмите и открываем. Попробуйте составлять вот эти, если получится. И по одной таблетке обеспеливаем и вытащиваем. Грушу. Грушу. Сядьте. Как мы будем вынимать таблетки? Таблетки с помощью пинцета мы вынимаем. По одной, говорю. По одной. По одной таблетке. И обесполивание. Каждую таблетку. Кладем в чашку. Чуть ниже руку когда распиливать. Ниже, ниже, ниже. Вот и все. Даже можете над барабаном распиливать. Да, вот здесь. Над барабаном. Вот здесь. Вот здесь окна. Что вся путь попала в барабан, а не вокруг. Прям там они свыли. Прям лучше в коем. Какая-то пуссовая мемия. После того, как мы определили стираемость, мы сешиваем. Таблетки кладем в чашку. Пустую чашку. Прокиньте не по одной, а прокиньте все статусы. Пустую чашку. Пустую чашку. И есть ручка. Закройте. Торируем чашку нашу. После этого таблетки кладем в чашку. Средний вес после истираемости составляет у нас 97,63. Как мы будем рассчитывать? Теперь мы рассчитываем по формуле. Х у нас будет равен П начальное. Отнимаем П конечное. И деленное П на начальное. И умноженное на 100%. У вас 50-й номер, да? Да, 50-й. Куда хотите? Котлят. 4,9787 минус 4,9763 и делим на 4,9787 и умножаем на 100%. У нас получается 0,04%. Так, и какое заключение мы дадим в качестве препарата? В заключении можем сказать, что таблетки по истираемости составляют 0,04%, что не превышает требованиям ВФРК 3%. И поэтому наш лекарственный препарат соответствует лекарственным требованиям Государственной фармакопеи Республики Казахстана. По выполнению этого этапа, значит, истираем в целом статус максимальное количество баллов 4. Значит, работа состоит из трех стадий. По всем трем стадиям вы получаете соответствующее количество баллов. В этом этапе определить посторонние премеси в субстанции изолиозита. Открываем фармакопейную статью на изолиозит. И находим мы гидрозин и посторонние премеси. У нас в препарате изолиозита посторонним премеси является гидрозин. Один грамм субстанции растворяем в смеси ацетона в соотношении 1 к 1 и разбавляем той же смесью до 10 мл. Раствор сравнения. 0,02 грамма гидрозина сульфата растворяет в смеси ацетон вода в соотношении 1 к 1. С какого этапа начнете? С чего начнете? Вначале мы готовим состав подвижной фазы. Мы вначале готовим состав подвижной фазы. У нас ацетона и разбавленной водой в соотношении 1 к 1. Растворитель для ТСХ у нас находится под тяплой. Говорите. Растворитель для ТСХ у нас находится под тяплой. Для этого мы берем цилиндр. Вначале берем воду очищенную 25 мл. 25 мл и 25 мл от стона, так как у нас в соотношении 1 к 1. По стенке, я сказала, чтобы не журчало. По стенке, я сказала, чтобы не журчало. Для создания герметичности края хроматографической камеры смазываем вазирином или специальной смесью для герметичности. Камера насыщается подвижным паром в течение 30-40 минут. Камера насыщается подвижным паром в течение 30-40 минут. За это время мы готовим хроматографическую пластинку. Навеску при седителе готовим исследуемый раствор и стандартный раствор вещества седителя. Для этого мы должны отвешивать точную навеску на электронных весах. Берите оба плохого, две белые чаши, самочек и дети. Вот рухань без дела уже она все равно росла. Так, ладно, пришли. Так, села здесь. Это мы уже снимали. Все, Мухтар. Угу. Здравствуйте. Здоровай, у вас. Здоровай. 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 Это будет линия старта и от финиша 1,5 сантиметра, от конца от глазинки. Легкими движениями наношу, линию старта, линию старта и линию финиша. И микрокапилляры наношу на слой силикогеля, исследую препараты и раствора свидетелей. Положите карандаш на место. С помощью микрокапилляров освобождаем капилляр от спирта, от растворителя. И капилляр погружаем на исследуемый раствор. После этого я наношу на хроматографическую пластинку. Пятно должен быть в диаметре 1 сантиметр и не более. Подсушиваем. Еще раз наносим. Рядом наношу раствор вещества свидетеля. Пластинку мы помещаем в хроматографическую пластинку. Камера уже у нас готова. Прошло 30-40 минут. Теперь мы погружаем пластинку. Открываем камеру и погружаем нашу пластинку. Пластинка должна стоять под углом 30-40 градусов. Мы ждем пока раствор поднимется до линии финиша. Хроматографический процесс закончился. Подвижная фаза достигла финиша. Теперь вытаскиваем пластинку. Пластинку мы сушим, подвижим, подвижим шкаф. Детектирование хроматографической пластинки определяю с помощью ультрафиолетовой лампы. Тут у нас видны пятна, которые я отмечаю карандашом. Обвожу карандашом. Обвожу карандашом. Видно? Видно. Очень красиво. Так. Вот. Все. Хорошо. И рассчитываем. Далее мы рассчитываем RF значение. и RF. Для этого мы берем от линии старта до образования, до центра пятна. Это у нас будет значением A. А от старта до финиша будет центром у нас B. То есть определяться B. Значит, RF сначала для основного вещества. RF для вещества сидителей. У нас A составляет пять сантиметров, а B составляет восемь сантиметров. RF у нас равно А деленное на B. А у нас пять сантиметров, а B равно восемь сантиметров. Теперь рассчитываем RF значение. Пять делим на восемь. А где-то это не делитель. Где-то укажем. Ноль целых. Шестьсот двадцать лет. Теперь рассчитываем RF вещества свидетеля. Теперь рассчитываем RF вещества свидетеля. Восемь сантиметров. Измеряете точно так же. Восемь сантиметров. Измеряете точно так же. Восемь не понятно. Теперь основное. В равно восьми, говорим. В равно восьми, а А равно к шести. препарат поднялся на уровень 6 сантиметров 6 делим на 8 по результатам хроматографического исследования по интенсивности размера по интенсивности размера пятно вещества свидетеля не превышает пятно стандартного исследуемого раствора поэтому загрузки примеси гидроизина в изонеазиде не превышает допустимых но что свидетельствует о том что лекарственный препарат соответствует требованиям патронов все теперь не принимаю эссет 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 первое задание так вот видит спадаем цифра для начала мы берем эссет при этом открываем м параметр распадаемости эссет да В данном случае это у нас капсулы. Необходимо узнать о производстве спектра регулятора и о основном посуде, которая состоит из посуды. То есть, осторожно, а также посуды и мясные посуды. Также после этого при работе с папанатом, когда работа является спектрофотометрическим методом, надо определить таблеток рутины. Для этого мы берем фармакопейную статью на таблетке рутина и находим спектрофотометрическое количество определений. Для этого беру 0,3 грамма, точно навеску, паром, порошок. Так как у нас является таблеток, мы растеряем с помощью стопки. Так, таблетки рутина находим? Таблетки рутина, подпожившие за стопку с пестиком с левой стороны. Так, средний вес таблетки чему равен? По фарм статье. По фарм статье 0,02 грамма. Это газировка, а средняя масса таблетки чему равна? Там же написано у вас, читайте вспомогательное вещество со 100 на первой странице. 0,3 грамма. Значит, если таблетка весит 0,3 грамма, а навеску вы должны взять сколько граммов? То получение масла. Навеску препарата для количественного определения берем сколько? 0,3 грамма. Точно я. То есть, одну таблетку мы взять не можем, мы растираем минимум две таблетки. Так, растираем. Растираем в стопке. Растираем в стопке. Мы растерли таблетки, теперь взвешиваем до точной навески, 0,3 грамма, до 4-го знака. Растираем в стопке, вы кладете на электронную бумагу, берете белую чашечку. Берем. Белую чашечку. Не говорите, что берете, я вам говорю просто. И идете к электронной навеске. Значит, взвешиваем до точной навески. Берем. Взвешиваем до точной навески. Точную. Точную навеску. На электронных. На электронных весах до 4-го знака. Встали. А разовая цена, ахна, ты все очень хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует. По какому менесу мы определяем? По внешнему. Все, да? Все, довели. Довели до метки. Как можно сделать? Хорошем поперемешать. Таким образом 15 раз. Мы из разведения берем холик-коду. Мы из разведения берем холик-коду. Мерную коду на 25 миллиметров. Мерную коду вместимостью 25 миллиметров. Теперь мы поставили. Берете пипетку и грушу. Железно. Берете пипетку и грушу. Маленькую, на кубик пипетку, самую тонкую грушу хорошую. Мерная кода на 25. Вот у вас наверху. 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 Мерная кода на 25. 1 миллилитр и доводим до метки уже водой очищенной. 1 миллилитр берем и доводим до метки водой очищенной. Делайте вид, что вы уже взяли. Нажмите, опускайте сюда. Вы видите, да, 1 миллилитр? Копик 1 миллилитр, вы видите, да? Да. Так, все, все они положили, полку закрыли и доводите водой очищенной до метки. Вода очищенная вот у вас здесь, с правой стороны, с правой стороны туруса. Идем, вода очищенная. И довожу до метки. Нам нет необходимости готовить раствор РСО. Так как у нас уже в расчетной формуле даны удельный показатель поглощения. С потом удельный показатель поглощения. Чему он равен? У нас равен 325,5 десерта. Поэтому РСО мы не готовим. Поэтому мы РСО раствор не готовим. Так, теперь мы помещаем это в кюветы, да? Исследуемый раствор мы наливаем в кювету. Исследуемый раствор мы выливаем в кювету. Наливаем в кювету. Для этого мы берем кюветы. Значит, первую кювету что вы возьмете? Первую кювету я возьму в воду очищенную, растворительную. Так, берите. С той стороны, с той стороны. Заматывая края, мы должны держать. Быстро встали, промыли, сливи, сливи. Три раза вначале промываем. Все. Набираем воду там же. Набираем. Вытираем насухо. Вытираем. И помещаем. И помещаем в спектрофотометры. Кладите рядом просто. Рядом кладите вот так. Как мы должны класть? За матовые края где должны быть? А кто комментирует? Не показывайте те кюветы, чтобы их не видно было. Ради Бога, чтобы их не видно было, закройте. И закрываем крышечку. Во вторую кювету мы наливаем и следуем раствором. Точно так же мы наливаем. Вначале три раза промываем водой очищенной. Кювету достали кюветы. Мы ее промыли, да? Мы ее промыли. Один раз промыли, четыре раза не обязательно. Он снял уже. И один раз следуем раствором промываем. Обязательно промываем следуем раствором, да? Да. Выливаем. Так, заполняем. Теперь заполняем кювету следуем раствором. Сегодня душе. Мы их кладем. И закрываем крышку. Открываем программу для спектрофотометрии SF2000. Мы открыли. Что мы с вами измеряем? Какую величину? Нам там не нужно. Коллеграфик. И находим тут пик. Вот наш график. Вот наш график. Чему равна оптическая плотность и длине волны 362,5? Escape, да? Escape. Чему равна? У нас... Покажите. Ну, ручкой немножко, бронитесь по экрану. Или мышкой. 0,6. 0,5698. Все. Следующим этапом что является? Идла, расчет на всю жизнь. Следующим этапом у нас являются расчеты. Расчет концентрации. Расчет концентрации. По готовой формуле. По готовой формуле. Вот у нас данная формула. И мы рассчитываем. Что означает D? D у нас уже выявлена. Она равна? Она равна 0,578. 578 тысяч. Подставляем мы цифры, данные. Умноженное на 10, умноженное на B. Я уже взвесила среднюю массу таблеток. Оно составляет 0,31-14 граммов. И А навеску тоже я взвесила с помощью электронных весов. 14. Делим на удельное поглощение. 325,5. И умножаем на 0,91. Посчитаем. Вы уже посчитали, что равно 0,017 у нас. Препарата равна 0,017 граммов. Что свидетельствует о том, что в нашем препарате соответствует требованиям содержания рутина, соответствует требованиям КЛРК. Содержание должно быть от 0,018 до 0,022 граммов. Наша концентрация укладывается в этих цифрах. Какое заключение мы даем? Заключение. Наш лекарственный препарат соответствует требованиям КЛРК. Значит, все этапы, все стадии нашего этапа, значит, вы с ними справились успешно. Значит, этап оценивается в 4 балла. Я вам ставлю максимальные баллы. И вы получаете 4 максимальных балла. И ваш листок. Так, ваш листок. Я ставлю 4 балла. И вы идете на следующий этап, 5 этап. Индикатор. Одной, три. Одной, три. Финофторин или метиллосин. Хорошенько перемешиваем. И на холоду не тепло. Покажите. Покажите. Лук. Что здесь? Как мы можем развлечения? А, нет. Показывайте. И цитруйте. Объем теоретически составляет 15 минут. На холоду проводим. По кашлям. Медленно цитруем. Капли не должны прикататься другого центра голубы. Посередине. Посетите, и не толстите капли. А, на цитру. У нас стабилизатор не является параметраном. Кислость изменилась. У нас уже ушло более 3-х миллиметров тетранта. Окраска не изменилась. Дальше тетранта. Дальше тетранта. Дальше тетранта. В начале кранки эквивалентность находим. Молекулярную массу делим на факторы эквивалентности. Далее мы тетранта находим. С помощью этой формулы. Потом в теоретический объем. То, что уходит в тетранный раствор. Мы должны примерно знать, сколько израсходуется тетран наш. И в конце мы процентное содержание вычисляем от всего. Ушло сколько? У нас ушло 13 миллиметров. Практически 13 миллиметров. Теперь подставляем. Коэффициент поправочного у нас 0,1. И в практической длина с миллиметром. Умноженное на 100. И то, что мы брали в начале навеску. Это у нас составляет навеска 0,314 граммов. И рассчитываем. У нас вышло 99%. Это свидетельствует о том, что наш препарат. Данный препарат соответствует по количественным содержаниям требованиям ВФРКИРа. Теперь я буду ставить на такую щетку. По всем этапам. Вы ответили правильно. Шаговая. Ставлю максимальный налог. 4. Все. Теперь покажем с вами в клипе. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует...